здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любви а значит у нас с Колью в гостях на нашей кухне сегодня у нас очередное блюдо я хочу с вами поделиться рецептом но для начала как всегда я спрошу Коля ты с нами да конечно худеть не собираюсь пост не соблюдаю так что я с вами очень плохо Коля что ты пост не соблюдаешь но главное молиться дорогие мои сегодня будем так немножечко Коля затронул тему поста ну этот рецепт будет к Паске но это не обязательно к Паске короче это сало так сказать я вам открою такую маленькую тайну значит сало с мясом или же грудинка подчеревок как у вас называют ну короче должно быть вот такой вот красивейнейшее видите домашнее вот домашнее сало с таким вот хорошим мясом сейчас еще есть возможность его купить потому как еще такого ажиотажа перед Пасхой нет значит мы его будем засаливать каким способом я вам покажу нам этот способ очень нравится надеюсь понравится и вам что понадобится сало вам сказала вот нарезала нарезала я такими кусочками под свою как сказать форму под такой контейнер значит будем солить сухим способом это точно я знаю первым долгом а сало кило 400 я сказала Коля нет нет кило 400 сало значит чеснока берите побольше вот столько видите здесь 2 2 головки чеснока если чесночок будет а помильники возьмите даже 3 но что было много я вот перебила его а вы значит измельчаете любым удобным для вас способом как хотите отправляю сразу мисочку даже можно переживать если можешь можно только не выплевывать смотрите отправила в мисочку вот такая кашица теперь на вот это сало мне будет достаточно так как здесь мясо потому чтобы не пересолить 2 столовые ложки соли с горкой и сюда же я добавлю как ни странно столовую ложку сахара есть сейчас я немножечко перемешаю чтобы было легче вот так вот все одесский дворик две соседки сидят на лавочке одна из них спрашивает роза моисеевна а что это ваша невестушка хаечка такая худая ой сима львовна где же вы видели чтобы на гадюках сало росло боже я даю это одесситы дают нет но это народный анекдот одесситы тоже не думаю что они прям такое будут говорить на своих невестушек дорогие потому что у них есть мамы смотрите вот так вот перетерла с чесночком оно стало только влажненькое то что нам надо вот видите теперь добавляю одну столовую ложку перец черный молотый вот он серый да и одну столовую ложку паприки у меня копченая но у вас не будет копченой добавляйте обыкновенную сюда же и две столовые ложечки я беру приправа для сала вот какая найдется то что был аромат не то вот из такие всякие всякие ароматы потому очень аромат не то отправляю и сейчас еще раз хорошенько хорошенько перемешаю сделаю такую кашицу хорошую а вы как всегда ждем итак дорогие специи вот так вот перемешала такое получилось знаете немножечко как масса такая не сухая буксик такой или пластмассовый пластмассовая коробочка как вы называете немножко слегка посыпала солью видите вот совсем так прозрачненько чуть-чуть пол столовой ложечки может меньше теперь я беру сало ну я ложу на тарелку чтобы было удобно и хорошенько вот намазываю хорошо хорошо намазываю натираю вот этой смесь очень хорошо и так дорогие мои сало все обмазала смотрите вот таким вот образом видите хорошенько так вот все 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 везде 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 видите как плотненько все и теперь выкладываем ну я изначально видите вот сразу померила и нарезала что плотненько было вот чтобы не было там знаете как нибудь там кость на кость а что было все ровненько и красивенько вот так друг возле дружки вот все поправляем их так будем говорить не утрамбовываем выкладываем плотненько вот смотрите в преддверии праздника светлого воскресенья жена говорит мужу пойду скажу в церковь исповедуюсь муж так сарказмом рыда люся сходи только возьми с собой валидол вдруг батюшку прихватит боже да ничего не прихватит смотрите дорогие мои вот видите вот так вот плотненько вот то что осталось сверху намазываем аромат стоит обалденешь от коля шо ты молчишь скажи как аромат ненько все ты мне не даже вкусно я уже успел попробовать ты даешь а что даешь ты же меньше оглядываться надо значит смотрите вот так плотно еще раз покажи колю вот смотрите каким образом вот видите хорошо намазал и сольки там достаточно всего если друг у вас не будет хватать ну я думаю что по чуть-чуть можете еще присолить чтобы она просолилась значит накрываю крышечкой и будем его солить каким образом у меня на кухне прохладно потому я на один день оставлю на кухне пусть просто постоит на столе там где поставлю а на два дня отправлю в холодильник всего солится это сало будет три дня через три дня мы с вами встретимся и я покажу и расскажу что будем делать дальше а пока ждем итак дорогие мои прошло трое суток сутки при комнатной температуре двое суток холодильнике значит смотрите что получилось то есть что мы имеем получилось еще не получил вот такое вот сало мы имеем вот сейчас его надо достать самое главное что все целое да 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 смотрите вот немножечко пустила сок ну там совсем чуть-чуть видно да ну это нормально сок это же сейчас мы должны его хорошенько ножом все обчистить вот прям хорошо хорошо вот это все счищаете оно нам не понадобится чтобы не было ни острого никакого то уже потом можно будет если вы захотите чесночком там чем перчиком притрусить сейчас это все мы должны убрать убираем ножом и сразу отправляем водичку холодную а потом еще и промоем под проточной водой вот смотрите вот так каждый кусочек холодная вода скромно обчищаю и водичка потом промоем зрители наверно заметили что у любая голос такой сиплый немного сиплый да простуженый а в таких случаях говорят бог шильму метит ну две ночи только встану водички попить любая тут как тут холодильник открывает и смог отрит на сало не надкусил ли я вот ее и продуло это я это я на дне рождение пела так в чем ты не пришел как месяц еще я тебя чекала ждем 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 итак смотрите помыла обсушила вот такой вот можно еще обсушить немножечко все видите прекрасное сало как говорят удалось ну что ж возьму этот кусочек хороший тут хороший короче я все начну резать хорошо чтобы не обидно было смотрите вообще будет в идеале вы сами прекрасно знаете заморозить там так ну этот идеал это долго ждать как всегда потому давайте на нож должен быть остренький режем тоненько и обратите внимание что видите сало вот оно практически не красное то есть сало мясо прошу прощения мясо не кровяное а вот именно просолилась торец большого куска покажи вот так да да вот видно что ну там чуть-чуть розовенький но это нормально не кровяное ничего нигде хорошая сейчас так я нарезала вам показала подожди куля это еще не все я даже не сомневался еще такой кусочек у нас есть тоже чем больше мяса я хочу сказать тем будет красивее смотрите ну просто он сейчас мягко режется мягко потому что мы же сами понимаете то есть надо приморозить обязательно ну что вот кусочек такой отрезала как ты думаешь для чего ты догадываешься ну тут для меня а вот та что ты это пополам нарежешь смотрите какой красивый да вот сало конечно ароматище обалденнейший обалденнейший я чувствую что у меня останется один запах значит смотрите хороший нос кулак за неделю чувствую глупости так вот такое салко я почему нарезаю так меленько нарежу ну что было сразу знаете на один укус потому что я тут час не кусала перед вами вот таким вот образом режется хорошо прекрасно берем хлебчик лучше было бы если еще была картошечка мундирах лучок но это все будет только что то будет немножко после хребчик салко и ягодчик а соточку я оставил а сейчас смотрите я приготовила потому что многие скажут да вот смотрите немножко так многие скажут а где 100 грамм до 100 грамм кому можно можете наливать 100 грамм но у нас в украине говорят кто пьет тому наливайте а кто не пьет тому не давайте потому так как я не пью потому к сожалению я это пить не могу опять на мои плечи дорогие мои вкуснятина боже я так проглотила даже не заметила что я огурец жевала верим мы любом вкуснятина боже слушайте мясо смотрите куска будет мало на дегустацию на вкус то что надо если вдруг вот засолите и вам окажется что это соленковато да там попробовали не волнуйтесь налили холодной воды до полчаса поставили водичку вымочили еще полчаса вымочили часик два вымочили все будет супер как хранить заворачиваем пищевую бумагу пленочку и в морозилочку по каждому кусочку ну я не знаю вам показывать надо или не стоит показывать как я буду заворачивать надеюсь вы все знаете зачем я буду вам время только портить правильно ваше свое занимать завернули в морозилочку а потом достаете перед тем как покушать за полчасика нарезали режется как масло а вкусное как мед поэтому пожалуйста захотите наш канал подписывайтесь ставьте лайки если не жалко пишите комментарии а самое главное будьте все здоровы будьте счастливы мирного неба и вам и нам и всему всему миру меньше заглядывайте в холодильник мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания и Продолжение следует...